Несмотря на карантин и режим чрезвычайной ситуации, я все равно выехал поработать, потому что, как вы понимаете, трак-драйверы последними потеряют работу в случае зомби-апокалипсиса. Грузоперевозки для США это как бы самое главное, то есть нельзя представить себе Америку без грузоперевозок. Поэтому сейчас выехал поработать и как раз расскажу вам, какие изменения видны на дороге, на тракстапах, на заправках, вообще где-либо. Какие изменения видны в связи с этим карантином, так что будем наблюдать вместе с вами. Нахожусь в Кентаке, штат Кентаке, город Хебран, ожидаем груза, хорошо, что появился перерыв, потому что я давно не работал с непривычки, сел, проехал всего 5 часов, чуть-чуть подустал и теперь у нас 5 часов ожидания, так что я уже 2 часа поспал, пришел в себя, могу спокойно дальше работать. Ну уже скорее всего 5 часов ожидания пройдут и уже сядет ехать напарник. Что хочу рассказать, пока еду по Америке и смотрю какие изменения произошли в связи с введением чрезвычайного положения по теме коронавируса. И могу сказать, что конечно везде меньше людей, меньше машин, но каких-то особых там, чтобы прямо все было закрыто, чтобы люди ходили в масках, чтобы каких-то особых изменений не увидел. То есть трак-драйверы все едут, траков на дороге хватает и я уверен, что при любых тяжелых ситуациях трак-драйверы, это те, кто будут продолжать работать, те, кто будут продолжать доставлять помощь людям, поэтому я за эту профессию, так сказать, испытываю гордость. Это не та работа, о которой я мечтал всю жизнь, но эта работа хорошая, нужная и благородная. Пока на тракстапах, где я был, я с утра был только на сервисерии, на 76-й в Пенсильвании, там, конечно, не было людей почти, но это было 7 утра. Сейчас вот я стою около заправки, на этой заправке все как обычно, здесь я уже бывал много раз, никаких изменений здесь я не вижу. Ну что, карантин есть, но пустых тракстапов, конечно, нет. Ну они наполовину пустые, ну и народу, конечно, поменьше на всех заправках, тракстапах, народу чуть-чуть поменьше. Примерно, ну может, может, в половину. Вот зайдем на Flying J, посмотрим, есть там народ внутри. Короче, немного народу, но есть. Друзья, второй день я в рейсе во время карантина в США, и буду вам рассказывать, но пока вам могу рассказать только, что вот два дня мы проехали, уже выехал я из Пенсильвании, потом было Вест-Вирджиния, Огайо, Кентаки, затем Теннесси, Джорджия, и сейчас мы во Флориде. Во всех этих штатах я могу сказать, что, конечно, вирус паники, видимо, пробежался, поэтому таких вещей, как санитайзеры, туалетная бумага и вода в больших упаковках почти нигде нету только. Ну, поштучно можно воду купить, то есть они зарабатывают деньги сейчас кейсами по 24 бутылки, по 36 бутылок воду не продают, а продают поштучно, чтобы заработать больше, видимо. То есть в маленьких количествах, на заправках, на тракстапах все можно купить. В больших количествах, конечно, люди, которые решили запастись, все расхватали. Но везде людей меньше, могу сказать. Ну, для трак-драйвера это приятно, то есть на всех заправках, рестериях, тракстапах везде поменьше людей. То есть некоторые компании, видимо, на карантине, некоторые компании закрылись, не грузят траки сейчас, поэтому на дорогах спокойно. Траков я вижу, что на тракстапах чуть-чуть поменьше, да. Ну, а так на дорогах спокойно, людей везде чуть-чуть стало поменьше, потому что люди прислушались к карантину, ко всем необходимым мерам. Ничего такого страшного, никакого зомби-апокалипсиса, которого все ждут, надеются, что он в Америке случится. Хочу вас расстроить, ничего такого страшного не произошло. А пока вот наслаждаюсь природой и погодой во Флориде. Полчасика отдохну и поеду дальше. Вот если хотите, я вам покажу. Сейчас продают тут местные апельсины, грейпфруты, дыни. Вот видите, орешки, апельсины, грейпфруты, арбузы, дыни. Пойдемте посмотрим, что там есть. Вот видите, мне нравится вывеска вот эта, вареный арахис, hot boiled peanuts. Мне постоянно жена говорит, возьми попробовать, но блин, я не хочу сейчас никакого вареного арахиса пробовать, тем более в период карантина вообще пить и питаться, что-то не особо я намерен. Ну вот все остальное, что вы можете посмотреть здесь, купить. Короче, вот видите, дыни, лук, картошка, апельсины. Вот так можно приятно закупиться одновременно в период отдыха. Еще орешки, здесь пекан, орех пекан очень популярно выращивают здесь в Джорджии и в Флориде. Вот есть такие столики на улице, можно посидеть, отдохнуть, перекусить. Чем я, в принципе, сейчас и займусь. Я на этой неделе вот на такой вот Вольве 2013 года, коробка автомат, в прекрасном состоянии. Это овнерский трак, то есть трак не компании, а трак человека. Сейчас мы вам покажем, что делать, если у вас кондиционер, недостаточно дует холодом, что сделать, чтобы заправить кондиционер в тракте. Нам нужно такую, да? А как это называется? Короче, зарядить кондиционер, да, нам надо? Да, куда-сюда. Прежде чем вы будете заправлять кондиционер, убираем вот эту красную крышечку, на которой написано открутить и убрать. Unscrew and discard before use, перед использованием. После того, как мы ее убрали, сейчас мы будем заправлять наш кондиционер. Вот это наш, да? Вот этот. И присоединяем. Так, закрываем окна и проверяем. Уже дует прохладой, уже лучше стало. Значит так, чтобы заправить нам кондиционер, нам нужно было сначала купить вот этот баллон для recharging air condition. Затем с этого баллона мы убрали предохранительную крышку. Затем мы его взболтали, подсоединили к трубке, перевернули кранчиком вниз. И затем мы смотрим на монитор, он там показывает уровень заправки. То есть он там medium, low и, короче, постепенно взбалтываем, трясем вправо-влево по мере заправки и следим, пока полный баллончик не будет заправлен. Двигатель и кондиционер в это время машины включен. То есть двигатель заведен, кондиционер работает на холод на максимум в это время, когда мы заправляем кондиционер. Ну вот и все, ребята, заправили и все прекрасно дует холодом. Можно двигаться дальше. Мы во Флориде, очень жарко. На тракстапах все общепиты продают еду только с собой. То есть сидеть на тракстапах, кушать. Также драйверс ланж на тракстапах все закрыто. В целях профилактики, чтобы люди не скапливались в одном месте. Друзья, как приятно все-таки во Флориде находиться. Сейчас слышал, что в моем родном Омске еще зима, еще снег, еще такая флякотная погода. Да, я, честно говоря, за свои 7 лет в Америке уже забыл, уже не могу это себе представить. Меня вот такая погода устраивает больше. То есть пусть кто-то соглашается со мной или не соглашается. Но я считаю, что даже ради того, чтобы просто ходить в чистой обуви, чтобы не мыть кроссовки каждый день, уже ради этого стоит менять страну, выбрать себе более комфортное место для жизни. Ну, не говоря уже о том, что для детей я желаю только лучшего, поэтому в ужасные страны детей рожать я вам не советую. То есть ради будущего своих детей стоит поменять страну, поменять профессию и поднапрячься. Вот, друзья, обычная лужа укрот-ракстапа вот в Флориде. И тут я уже насчитал 5 видов птиц. И вон, видите, черепахи. Тут хлеба покидали, чуть-чуть им, видите, черепахи приплыли. Гуси пришли к нам. Черепахи, гуси, чайки. Еще такие птицы, типа уток, которые ныряют под водой. Цапля есть. Вон, черненькая птица купается. Короче, тут у каждой лужи столько живности, что обалдеть. Вон, гусики, красота какая. И никто их тут не ловит, не стреляет. Вон, черепахи большие какие. О, схватило. О, он отбил сейчас, давай. Пусть заберет сейчас. Борьба за хлеб. Утащила она дно, вон там второй есть рядом. Вот, дружочек, идет к нам. Гусики, короче, самые крутые. Да. Голова черепашья торчит до на плоты. Да, лови. На дереве птица сидит, которая ныряет под воду. Цапля, вон, видите, вдалеке белая цапля. О, как грамотно сделаны стоки. Во время дождя сильный ливень льет. И нигде нету луж, вода не остается. Все стекает. Вот посредине склада сделан сток. Все, вода стекает туда. Молодцы, конечно. О, какой трачок. Как вы думаете, есть у него электронный лоббук? Нахожусь сейчас в Теннессе и проезжал только что город Нэшвилл. Я был в отпуске, я слышал, что там был ураган. Но я не думал, что настолько. То есть я не снимал, потому что я был за рулем. То есть в целях безопасности я не отвлекался. Но я видел склады без крыш, со сложенными стенами дома. То есть вот только проехал город, даунтаун, весь в порядке. После этого сразу начинается на дороге констракшн. То есть деревья посложились, деревья снесло, столбы попадали. Вдоль дороги констракшн все восстанавливают. У домов, куча домов, у которых крыши накрыты синим брезентом. То есть крыши послетали. Я не знаю, в какой там скорости был ветер. Но я вроде слышал, что около 150 человек пострадало. 150 человек погибло даже при этом урагане. Так что ужас, друзья мои, реально был ураган. Я мимо этого города, мимо города Нэшвилл езжу достаточно часто. Хорошо, что меня там не было в это время. Так что будем аккуратны. Сейчас весна, как раз время ураганов, торнадо. Сегодня 19 марта. Уже неделя прошла с того времени, как президент Трамп ввел карантин в США. Я продолжаю работать. Могу вам сказать, что, наверное, процентов 30 только работников работает в данный момент. Хотя я вижу, что дальнобойщики продолжают перевозить грузы. Продолжают доставлять все необходимое по Америке. Так как дальнобойная отрасль, все-таки транспортная отрасль в США, это вообще основная отрасль. Поэтому я думаю, что дальнобойщики будут продолжать работать при любых условиях. Всегда будут продолжать спасать страну. Так что какие выводы можно сделать? Все места общепита, все кафе, ресторанчики, даже на всех заправках, тракстапах. Еда, которую люди накладывали сами себе. Эти все места закрыты. Вследствие того, что ввели карантин, все эти места закрыты. Но вы можете купить еду себе, взять с собой и уже покушать в траке. Я думаю, что это достаточно обоснованная мера для повышения безопасности, уменьшения контакта, близкого контакта между людьми. Я продолжаю работать. Нахожусь сейчас в Балтиморе. Как вы видите, иду в футболочке. Погода прекрасная, мне нравится. Не жарко, не холодно, чуть-чуть пасмурно. Вчера, позавчера ливень везде страшный. Во Флориде, в Джорджии, в Теннессе, в Вирджинии, везде, где мы ехали. И сегодня, наконец-то, вот сквозь облака проглядывает солнце. И прямо приятно пройтись. Я, честно говоря, с утра встал, размялся, поприседал, поотжимался, пробежался чуть-чуть. Честно говоря, времени на это, последнее время, времени на это не хватает. Постоянно сидишь в траке, постоянно засидевшиеся, залежавшиеся. И, честно говоря, тяжеловато ввести физические упражнения в этот вид работы. Достаточно тяжело получается, особенно если ты ездишь в тиме. То есть, у вас нету такого времени, чтобы ты остановился и пошел отжиматься. Поменялись мы и поехали дальше. Но вот сегодня такой замечательный день у нас получился. Находимся в Балтиморе. Целый день свободен, загружаться буду в 2 часа ночи. Только поеду в 2 часа ночи. Напарник свою смену проехал. Целый день свободный. Нужно будет отдохнуть, что-то поделать, доделать для вас несколько видео, помонтировать, посидеть. Покушать, отдохнуть, почитать что-то, посмотреть что-то хорошее, какой-то хороший фильм. Затем отоспаться и в 2 часа ночи продолжать работу. Приеду домой сегодня четверг, приеду домой в субботу утром. Или в субботу днем, где-то так. Вот такое, нашли кафе, крутое. Думали обычная пиццерия. Тут такое классное кафе, но внутри есть нельзя. И delivery только через GrabHab. Так что берем с собой на 2-go. В связи с коронавирусом внутри кушать. Должать держать вас в курсе. Что я могу сказать? 2 дня назад, 17 марта, президент Трамп сказал, что всем гражданам США, вот тут надо уточнить, именно гражданам или резидентам, или всем. В общем, что всем, кто вынужден вследствие карантина сидеть дома и не может зарабатывать деньги, а платить по-прежнему за квартиру, за дом, за коммунальные услуги, за все нужно. То есть всем президент Трампа обещал отправить чеки на 1000 долларов. Мы вот посмотрим, кстати, с вами, я вам расскажу, получили ли мы такие чеки. Потому что моя жена не работает. То есть он отправит эти чеки тем, кто работал, но вынужден сидеть дома, или всем гражданам. То есть моя жена гражданка США, она не работает, она сидит с ребенком. У нее нет декрета, но у нее нет никакой работы. То есть получим ли мы чеки. И я человек, по-русски говоря, самозанятый. То есть я не являюсь наемным работником, я работаю сам на себя. И вот мы очень интересно, нам получим ли мы такие чеки. То есть за две недели карантина, которые президент Трамп предлагает всем посидеть дома, никуда не выходить, помощь будет такая, достаточно серьезная. То есть хороший президент хорошей страны должен заботиться о своих гражданах, о своем населении. И президент Трамп за эти две недели карантина обещает отправить всем чеки на 1000 долларов. Если карантин придется продлить еще на две недели, то будут отправлены еще чеки на 1000 долларов. То есть по 1000 долларов на две недели жизни. Я считаю, что это очень неплохая помощь семьям, помощь всем людям, которые вынуждены не работать, но вынуждены продолжать платить за аренду или продолжать платить кредиты, продолжать платить коммунальные услуги и на что-то еще кушать. Так что друзья, будем следить за обновлениями, за информацией, буду вам рассказывать все по мере возможностей. Если вы еще каким-то образом не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. Меня зовут Валера, вы смотрите видеоблог сибирского парня из США. Посмотрел статистику своего канала и 80% людей, которые смотрят мои ролики, не подписаны на мой канал. Так что друзья, помогите мне набрать 1000 подписчиков, у меня сейчас 875 на данный момент. И я буду продолжать информировать вас, рассказывать вам, отвечать вам на ваши интересующие вас вопросы. Давайте будем развиваться и жить вместе. Редактор субтитров А.Семкин